ТОСовцы Южного округа поздравили олимпийских волонтеров с приездами с Победного Сочи. В дружном кругу серебряные волонтеры поделились впечатлениями от своей работы. Все из них помогали на объектах в прибрежном кластере. Начальник отдела по взаимодействию с АТОС Елена Пархоменко поблагодарила добровольцев. Хочу от имени администрации и от своего личного имени поблагодарить вас за ваш вклад. Вклад в нашу олимпиаду, события, значимые для всей России, поднимающие гордость и престиж нашей страны. Всем волонтерам вручили цветы. Заместитель начальника управления по обеспечению деятельности администрации Ольга Попова работала на объекте «Шайба», где проходили хоккейные матчи. Все сразу шайба, волны. Мы же волонтеры там работаем со зрителями. И волны мы раскачиваем, и кричим, и танцуем, и разговариваем. И тут же там кто-то что-то развил, кто-то что-то кого-то там потерял. Это все мы не видели. Быстрогазили, искали. Да, да. Екатерина и Виктор Яковенко всегда мечтали попасть на Олимпиаду. И их мечта сбылась. Супруги побывали в Олимпийском Сочи. В моей жизни это самое огромное событие. Все, что я прожила в жизни, это Олимпиада. Мы очень хотели, мы дошли до этого и попали. И побывали на всех Олимпийских объектах. После окончания Олимпиады начинается Паралимпиада. 20 анапчан-серебряных волонтеров захотели продлить добровольную командировку в Сочи еще и на время этих игр. Было, наверное, самым приятным удивлением, что люди, заразившиеся всем этим, пожелали еще и дальше. Если мы нужны, мы останемся. Волонтеры тоже приехали с подарками, со справочником всей Олимпийской команды и флагом России. Теперь они хотят попасть на Олимпийские игры в Бразилии. После ярких рассказов, тосовцы Южного округа решили присоединиться к команде в следующий раз. В завершении все участники встречи сделали фото на память. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.